у меня есть два типа докладов первый тип докладов это когда я показываю какие проблемы есть или делюсь идеями как эти проблемы можно решать вот такой процесс на мотивационный тип докладов вы как раз сейчас на таком после перерыва вам везет у вас будет второй тип доклада когда я демонстрирую решение решение проблем или решение а как реализация каких-то из идей которые предлагаю если мы возьмем посмотрим то а ключевое слово которое есть в моем лексиконе это репетабилити повторяемость и все доклады стараются довести до такого состояния и они появляются что в ходе своей работы я могу повторить результат из проектов проект ну я уже заканчиваю на самом деле небольшой introduction о себе и вот то что я делаю происходит в условиях стартап окружения из кремниевой долины кто видел мои другие доклады я фанат симпсонов и их активно использую для своих слайдов поэтому вот это вот типа я а вот это вот надеюсь вам хорошо видно это куча логотипов из кремниевой долины поэтому если вы дошли и пьете кофе и вы работаете со штатами вы наверно понимаете каково мне потому что кремниевая долина это 10 часов разница и так в ходе доклада backend for frontend я естественно хочу начать с терминов но я не знаю все ли из вас там разработчики кто не знает что такое сервер и клиент отлично ну ты все-таки напомню вам то что frontend и backend это у нас в терминах этого доклада это вот такие вот вещи то есть на фронтенде у нас есть какой-то single page application или мобилочка на backend у нас есть в в api то есть традиционный флоу если мы взял вспомним в там 10 лет назад это был изначальный запрос сервер отдает html очку javascript он css ами может быть даже внутри а потом каждый раз когда какое-то пользовательское действие мама нам отправлялся пост и форма перезагружалась или переходила все просто по ссылке сейчас же когда мы говорим с single page application ами тогда у нас начальный запрос вот отдаются статика при этом этот сервер и сервер который отдает нам джейсон могут быть даже различные поэтому в рамках этого доклада ребят нет печки нет этот печки который у нас отдает с рендериную статика вот я уважаю я сам писал на печки делал wordpress сайтики я был молод мне нужны были деньги вот но давайте сейчас говорим о современных вещах и поэтому мы говорим о backend frontend и backend именно вот в таких вот терминах ну что с терминами разобрались почему этот доклад вообще актуален потому что за любой инженерной задачей должна стоять бизнес проблема ребята я не знаю видно ли это если вы аутсорс разработчик но в тот момент когда вы работаете со стартапами но слишком вы фронтенщики долго делаете ваши эти просто в юшечки к эти просто компоненте ки но слишком долго и соответственно слишком дорого чем это вызвано ну вы знаете на самом деле там когда был печпи jquery у нас была проблема воин браузеров и в тот момент когда ты верстал по интернет explorer 6 ты был тем человеком который испытывал боль из-за воин браузеров так вот она не закончилась она просто ускорился настолько сильно что мы перестали ее замечать вы можете зайти на can i use ну где-то уже наверное последние два года когда у фронтенщиков новая какая-то хотелка я не уже не захожу потому что все под хром и так далее но ребята давайте скажем прямо google ранжирует сайты исходя из того как они оптимизированы под мобилку и вы уже не задумываясь должны предоставлять заказчику фронтенд который хорошо смотрится на мобильном приложении это стандарт де-факт это браузерные воины и обратите пожалуйста внимание на то что на самом деле если вы возьмете посмотрите вот там классная ссылка для того чтобы взять и проверить что это действительно так там 1000 если кому-то не видно заданных рядов а вот это вот у нас по графику четверка браузера firefox safari и хром это доступный браузер и вот это вот количество браузер специфик фич поэтому это аргумент к тому что войны браузеров не закончились чему это все ведет чему ведет то что есть куча разных протоколов а я еще не сказал ни слова про мобильное приложение получается так то что на самом деле мы с вами в той ситуации когда скорость развития инструментов которые используют клиент разработчики такая быстрая что они не успевают делать свою задачу им нужно обновлять зависимость обновляться на новую версию айос обновлять новую версию опишки браузера какой-то а бизнес хочет фишки еще быстрее ребята там браузере такая вещь появилась push notification давайте нам запилим и на но надо менеджер сказал что надо вот количество фреймворков растет просто в бешеном количестве ребят на самом деле вот эти вот ссылки они кликабельные я не знаю нужно ли сейчас на это тратить время но я реально офигел когда еще несколько лет назад зашел вот chrome эксперименты и браузер обладает большим функционалом сразу же как в приложении чем какая-то десктопная программа то есть я могу зайти потренировать свои навыки попадания в ноты я не умею петь на караоке лучше не идти разве что вы хотите платить мне деньги чтоб я замолчал вот это есть вот посмотрите количество фреймворков и во фронт-энде на этом классном репозитории real world examples эти я посмотрю мне вообще ссылки работают нормально там видно или нет вот такой вот классный репозиторий здесь вы можете посмотреть примеры реальные примеры приложений как они написаны просто обычная тудушка но которая с подходами из real world слайды будут доступны и вот но то что вы себе делаете туду лист из разряда чтобы посмотреть это реально круто обратите внимание то что разница фронт-энда и количество там форков звездочек по сравнению с примерами из бэкэнда но бэкэнд примеров больше но по факту их используемость значительно меньше так и теперь полный экран смогу так прыгать да отлично вот поэтому я утверждаю что ребята в клиент разработчикам плохо и тяжело работать потому что у них слишком много хотелок помимо того что браузер разбиваются быстро им еще нужно играться со шрифтами вот это вот x ui в вот адаптивный дизайн seo accessibility какой-то момент они еще начинают при изобретать велосипед и использовать например джемс так кстати отличная вещь для того чтобы делать лендинги вот добавьте к этому то что бизнес теперь а давайте не будем делать мобильное приложение давайте сделаем пивей вот это вот когда вы в один клик оффлайн 2 оркера не тяжело это поддерживать я скажу честно бизнес это хочет вот решать проблемы с перфомансом последние списки на не последняя по значимости когда у фронт-энщиков начинается проблема с перфомансом когда я понимаю что как бэкэнд разработчики здесь ни при чем рядом ну наконец-то ребята вы хоть тоже начнете с алгоритма немножко оптимизировать вот мобильная разработка ребят я вам скажу честно я не хочу там как-то повторяться долл читали уже быстренько сразу же да все знают этот пост я на запись поэтому я не буду читать там первую строчку вот я скажу просто сама суть мобильных проектов с и еще один фронт кстати классный чувак если не читаете его в телеграме рекомендую пишет в стиле интересного идти вот ну или то что происходит когда обновление айоса если это android то там вообще можно просто сразу же брать на три дня work from home чтобы не отвлекали чтобы все обновить нормально флаттер ряк на эти в общем плюшевая хрень за зубами вы знаете вот вот для того чтобы решать эту всю проблему я и предлагаю вам разобраться с тем что такое backend for frontend потому что на самом деле ключевая идея этого доклада ребята давайте помогать нашим несчастным клиент разработчикам со стороны backend для того чтобы они могли быстрее разрабатывать потому что я напомню работая со стартапа из кремниевой долины ключевое для них на самом деле является скорость выхода на рынок поэтому любые решения любые инженерные практики которые я могу предложить как человек который решает проблемы бизнеса с помощью кода воспринимаются на ура если мужик сказал мужик сделал сказал что будет быстрее разработка давайте пробовать внедряете делать итак немножко истории я напомню вам это мотивационный доклад но задавать вопросы и а как это вы реализуете с помощью но джесс это то что я вам настоятельно рекомендую перебивать и задавать вопрос а кто знает вот этих вот очаровательных персонажей я люблю симпсонов это зачарованные это в этом же стиле оригинальная серия мультиков от netflix рекомендую очень круто поначалу идет сначала как какой-то как в симпсонах то что все просто а потом начинают нормальные интересные проблемы эти а вот это вот карточный домик тоже сериал который netflix сделали самостоятельно как это netflix оригинал то есть то что они делают и распространяют только по своим контент сетям а почему это говорю потому что в то же время когда они начали снимать карточный домик было сильное изменение в инженерном сетапе команд если вы посмотрите когда начал сниматься карточный домик вот на netflix technical блог в середине 2012 была отличная статья не рассказали как они успешно переписали свой backend они перешли от подхода когда rest api будет подходить всем клиентам без исключения когда это будет backend под каждый клиент отдельно вот это вот было по сути 7 лет назад уже успешно внедрено такой крупной компании как на вниз почему это им нужно было ну во первых там разные устройства на playstation запускать netflix или запускать его получается на какой-то домашней приставке разные требования разные требования кодеков прикол заключается в том что они они говорят там rest api но ключевую инженерную задачу которую они решали экономить деньги бизнеса на трафике потому что на самом деле они уже в тот момент были очень крутыми видео стримерами и поэтому им нужно было решать такую задачу как оптимизация трафика и из-за этого они невольно и затронули как мы будем передавать по rest api джессончики вы знаете что они сделали ключевую вещь они сделали вот это вот видите значком огонь они сдвинули границу между клиентом и сервером front-end разработчики или клиент разработчики начали заходить на сервер и делать свои опишечки именно в том виде как им нужно вот с этого момента исторически можно считать то что появился подход как бэк-энфо front-end на самом деле это паттерн он ни раз ни два на конференциях термин переобозначался сейчас вот я хочу вам рассказать по поводу паттерна если мы с вами возьмем посмотрим традиционно бэк-энд выглядит следующим образом в тяжелом таком в ценогруженном проекте где у нас там уже микросервисы или там ксоп или еще какая-то хрень когда у нас есть разные точки где клиент должен забрать данные в традиционном подходе это ответственность мобилочки пойти соответственно на правильный сервис авторизации вот пойти на правильный потом в сервис стриминга и прочие вещи с тем что получается произошло если мы говорим о паттерне apic getway который очень похож на самом деле на паттер клиент apic getways или или бэк-энфо front-end потому что по сути все люди которые формируют микросервисные паттерны они сошлись а то что это на самом деле синонимы если мы говорим о паттернах почему потому что на самом деле если вы можете отдать всем через одну точку входа контент то вам можно просто сказать то что у вас одна точка входа один apic getway вот или один бэк-энфо front-end и вы в этой точке собираете данные как вам нужно роутить это между сервисами обратите внимание то что вот здесь вот у вас вот между под этими сервис а сервис б сервис c у вас может быть лямбды если это сервер лес архитектура на бэк-энде у вас могут быть например пас данных или у вас может быть микросервис а подход от этого не меняется то есть сервис а это что-нибудь но это другая граница вашего api getway то есть другой суд party в который он пойдет соответственно back-end for front-end это просто я за вас уважаемый front-end разработчик скажу в соответствующий сервис или базу данных или или по вызову лямбду и отдам вам данные как вам нужно вот это вот на самом деле идея api getway если взять посмотреть инструментарно как это реализуется сейчас для крупных компаний то список выглядит вот-вот очень круто каждая облака предлагает на свой api getway и он как серебряная пуля решит все ваши проблемы open source решение там конк тик можно со всем этим попробовать поиграться но на текущий момент я могу сказать честно если вы работаете как я стартап окружении вот этот вот набор фич очень крутой этот слева традиционный вариант там то что у нас каждый из сервисов сама антификацию делать а конк решает все он вам там и а целый и кеширование и кешинг все что хочешь но для стартап окружения это все over engineering вы будете слишком долго его настраивать внедрять тем более если у вас нету этого опыта чтобы получить от этих инвестиций инженерной команды какие-то преимущества поэтому мой выбор но вы вы видите эту мэрк вот и вот мой выбор но джесс который в докера почему а потому что на самом деле если вы вспомните вот 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 эту картинку эту кремниевую долину ребята но джесс в списке компетенций в кремниевой долине относится к фронтенду потому что но джесс отлично заходит для того чтобы делать рестопишечки или в эпопишечки для того чтобы фронтенд получил те данные которые им нужны на самом деле но джесс получается настолько круто справляется с этой задачей что по сути ребята но но вот это вот графики сервисов а б и ц может и не быть у вас будет connection в базой данных и но джесс отлично справляется нужно будет это каким-то образом наращивать ну возьмем закинем как микросервис и там какой-нибудь кошечку джаву которая будет решать сложную бизнес логику например брендеринг картино чик отлично пойдет поэтому я утверждаю что на самом деле в стартап окружении с их подходом монолит first который должен быть в любом случае когда вы работаете в стартап окружении ключевое то время выхода на рынок взлетим тогда перепишем потому что если взлетим будут деньги или от клиентов или от инвесторов вы знаете я сейчас перехожу на самом деле к той вещи которую если выкинуть вот этот бэкэнд по фронт-энд вот можно назвать следующим образом нормально делай нормально будет будь нормальным бэкэнд разработчиком для того чтобы потом а на хрена нам граф киэль ну как чтобы все круто чтобы получать те данные которые нужно то у тебя бы нормального бэкэнд разработчика не было в команде вот для того чтобы вот так вот о вас отзывались собственно говоря я напоминаю то что ключевое что сделали в свое время netflix и почему я сделал вам исторический экскурс это изменение границы между клиентом и сервером потому что на самом деле если мы с вами вернемся опять-таки к вот этой вот картинке граница клиент разработки и бэкэнд по бэкэнд давайте я введу такой термин потому что вот это вот бэкэнд по бэкэнд где живут такие бородатые джава разработчики вот а вот тут мы хипстеры но джесс разработчики которые подготовят для еще больше хипстеров с их ними бесконечно меняющимися в юшками ангул ароми реакторами подготовить данные так чтобы им не нужно было думать вот и вот это вот как раз то о чем я могу говорю то что ребят задача разработчика на самом деле всегда залазить немножко на территорию тех ребят с которыми вы сотрудничаете если вы не кодер а инженер тогда вы на самом деле обязаны сами писать ваши пайплайны по которым будут идти доставка вашего кода то есть выполнять немного работу девопса если вы инженеры тогда вы на самом деле при необходимости можете залезть и поправить код людей которые выполняют свою работу но не вашу зачем для того чтобы происходило интеграция вот об этом я сейчас хочу вам рассказать основная идея как вы уже наверное читали не заставляйте фронт-энд разработчиков и думать пускай они думают о том как же при пилитере rx гэзби или какой там они хотят новая bullshit бинго слова добавить итак подходы обратили внимание у нас был гомер теперь у нас пошел бард подход который вам рекомендую сначала договоритесь представляете это удобно сначала договариваться с людьми а потом делать потом оказывается интегрироваться бывает проще в аппе мне все равно в каком виде она у вас будет сделано кто узнает эти картинки кстати все три давай комментирует отлично а это свагер или о понапе если мы говорим о третьем формате а что посерединке что штука а это отличный вариант ребят есть просто для веб сокетов такая классная вещь называется асинка пиаи по сути свагер для веб сокетов вот идея вот этого блока это сначала договоритесь а а собственно говоря по каким эндпоинтам если мы говорим в рейсте или если мы говорим с вами по там граф киуэлью задизайните сначала то что от вас хотят фронтенщики может быть они просто скажут слушай мне устроит этот рестендпоинт просто дай невозможность здесь еще например брать и только список пользователей ну например их количество или давай средний возраст вот это вот взять и прописать в машина понятном формате ахрененно я вам объясню почему потому что вы можете из этого с генерировать так сказать может быть это фронтенщики не оценят но не любят они писать на тайт скрипте они пишут на джава скрипте чистом зачастую любят боли страдания ходит bdsm клубы вот но на бэкэнде я предпочитаю использовать тайт скрипт и на самом деле возможность или поговорить с ними я скажу честно иногда я ленюсь и писать слагер и просто им даю пошаренную коллекцию в постмане вот потому что им пейлоды нафиг не нужны просто дай мне что оно работает чтобы я мог проверить понять до того как у меня будет непонятно что творится в коде вот кстати если надо пошаренная коллекция в постмане вот та вещь которым туда можно например записать вот хотите это посмотреть или нет ребята у меня не наполняется мой бэклог туда да сереже запиши пожалуйста вот и обратите внимание то что вы на самом деле если мы говорим о спецификации вы можете использовать стрелочка то в обе стороны вы можете использовать или подход вот спецификейшн first или код first вы договариваетесь а естественно в терминах вашего протокола то есть если это веб сокета вы например говорите о сабскрипшен на какие-то ивенты вам же не бродкастом все всем шлется вот а как клиент говорит отдай мне вот такие вот данные вот я хочу слушать такие данные вот и вы соответственно договариваетесь о плейлоге это можно сделать в том числе в виде просто интерфейсов для typescript и это удобно то есть решайте этот вопрос используйте та вещь которая является естественной ответственности бэконт разработчиков потому что и наша юзабилити для конечного пользователя как бэконт разработчиков это время ответа сервера для того чтобы его контролировать его оптимизировать 2019 год ребята если ваш rest api ходит вернее не ходит предоставляется не через http 2 ребята ну тогда может быть вы поделитесь машиной времени на которую вы прилетели сюда http 2 и обязательный где причем желательно тени на дну уровне но gs приложения через ваш какой-нибудь там nginx или что именно стоит у вас перед нодой то что пускать ноду без какого-то а пиги твоей перед ней ну как-то странно вот обязательно использование и тега если у вас джейсон который возвращается весит например полтора мегабайта это вам сэкономит кучу времени и естественно как мы к базе данных должны логировать длительные запросы так и длительные запросы к вашему backend API нужно логировать и анализировать потому что многие почему-то логируют нахрен их дождешься кто будет разгребать пример с и тегом кто не знает что такое тег а кто постеснялся поднять руку окей ребят смотрите прикол заключается в том что когда вы делаете http запрос вам же прилетают там хедеры и один из распространенных хедеров это и тег по сути это версия ответа прикол заключается в том что если клиент уже запрашивал этот ресурс и у браузера это идет из-под капота то он может добавить в запросе если не соответствует и сервер видя что ответ не поменялся может сказать 304 not modified и не отправлять снова полтора мегабайта данных и это круто более того с помощью этой вещи вы можете на самом деле делать оптимистические блокировки смотрите слева у нас клиент ask справа клиент b они параллельно работают с одним и тем же rest endpoint а я прошу прощения за маленькие шрифты вижу то что вы щуритесь вот но если что в слайды будут доступны но слева в тот момент когда отправляется get оба получили один и тот же результат в разное время и тут есть и так и прикол заключается в том что оба из клиентов попытались сделать пут то есть полное изменение каждый из них поставил в запросе если соответствует если у сервера за время между взаимодействием по запросу на получение и запросу на изменение произошли изменения то на основании вот этой версии все может сказать извини 412 уже поменялся результат таким образом вы на самом деле как бэкэнд разработчик можете сразу же дать возможность на основании rest протокола вашим фронтенд разработчикам делать совместную работу и не париться по поводу того а то ли это версия тот ли это получается документ не поменял ли и кто-то и потратил ли я чьи-то изменения это реально круто так прошлый год Давайте легальную марихуану быстренько сейчас запилим. В прошлом году была такая проблема. Это скриншот из реального проекта. Смотрите, у нас есть с правой стороны, вот тут вот картиночка, это ордербук. То есть у нас есть на покупку и на продаже реальные заявки. Кому интересно, это эфир торгуется против эфирной монетки какой-то. Вот, FVM, не помню, как расшифровывается. Вот это вот у нас история реапродаж. Вот там красненький, зелененький, соответственно, покупки или продажи. Прикол заключается в том, что изначально было спроектировано таким образом, то что initial state забирается через REST. А по WebSocket мы подпишемся на то, чтобы получать обновление. Используйте один протокол, потому что иначе у вас будет race condition, гонка. И фронтенд-разработчикам придется решать эту проблему. Потому что иначе, если они не будут ее решать, если они не будут мершить или там дубликаты, или запрашивать потерянные данные по WebSocket или по REST, то будет происходить ситуация, что то, что есть в браузере, то, что видит клиент и то, что соответствует действительности, не совпадает. Еще раз, смотрите, по REST мы получили состояние… WebSocket — это другой протокол. И представьте себе то, что сервер отправил оповещение о, например, новой заявочке, то, что у нас реально было, в то время, когда она уже есть в REST. Ну, уже прилетела, пришел REST с этой новой заявкой. И вот тут вот будут две идентичные заявки. Или это каким-то образом фронтендщикам нужно будет мержить, понимать, какой из этих заявок уникальный, перезаписывать и прочее. А не этого «Ой, как они любят делать!» Это же думать надо. Ну вот поэтому, как мы решили эту задачу? Есть такая классная вещь, называется server-side events. Если клиент, общаясь с WebSocket, по WebSocket, с сервером, использует дуплекс протокол, то server-side events — это, получается, однонаправленный протокол. Клиент установил соединение, поддерживает его, и у нас, получается, данные прилетают с сервера. Более того, у нас есть в браузере классная API, которая позволяет вам сразу же взять и получить, по сути, вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот, где у нас тут пример. Вот. Мы добавляем… AddEventListener. Да, да. Конечно. Если надо, кому это интересно, посмотрите более детально. Так, окей. Давай сервер-side event более подробно. То есть, у нас браузер сразу же гарантирует нам, то есть, это часть спецификации, которая поддерживается сейчас большинством браузеров, то, что у нас будут реконекты из коробки, то, что при реконекте можно отправить последнее неизвестное сообщение ID. Один минус. Это текстовый протокол. То есть, это не бинарный, а это текстовый протокол. То есть, джессончик нужно самостоятельно стерилизировать, потому что это не фейч. Ну, как-то с этим ребята работают нормально. Почему этот протокол, несмотря на то, что был запилен там больше, чем 15 лет назад, почему он выстреливает только сейчас? HTTP2! HTTP2 позволяет вам не париться об ограничении браузера на максимально там в 3-5 открытых коннекшенов к одному хосту. Потому что по HTTP2 у вас будет сразу же открыто внутри столько коннекшенов для браузера, столько, сколько нужно. Это будут виртуальные коннекшены. Поэтому вы можете спокойно сделать с HTTP2 сервер-сайт-эвент с подписок столько, сколько нужно. Обратите внимание, то, что если с веб-сокетами… Да. Пока мы дальше не зашли, можно на дочку NGIMS перед Node.js? Да. Отличный вопрос. А сейчас как он касательно вот этого касается? Это имеешь в виду, что HTTP2 в настройках? Нет, просто я забуду. А, хорошо, отлично. Ребята, вот, видите, человек понимает, что ему не нужно думать. То, что я создал условия позаботиться, чтобы не нужно было помнить, думать и так далее. Вот, действует, отлично. А NGIMS перед Node.js? Почему сервер-сайт-эвенты не является такой уж популярной вещью? Почему сейчас, несмотря на то, что у вас у многих там 3 плюс лет опыта, вы не могли ни в одном проекте не встретить это? Потому что ограничение браузеров на 4 коннекшена при HTTP 1.1, оно не даст вам сделать столько подписок, сколько вы хотите. Ну, представьте, если вы фронт-энд-разработчик, вы на каждой из ваших компонентиков, виджетов, например, у вас там 5, 10, 15 виджетов, вы хотите лайфтайм-апдейты сделать. Извините, сервер-сайт-эвенты без HTTP 2 потребует, соответственно, столько подключений к бэкэнду, сколько у вас будет подписок, и просто браузер не даст вам сделать очередное. Да, в финтех-проектах оно… Выбор формата осторожно. Ребята, в тот момент, когда вы договариваетесь с вашими фронт-энд-разработчиками, я для тех, кто не догадался, я все время говорю с точки зрения бэкэнда-разработчика, но иногда нужно быть шизофреником и думать, а каково это с той стороны, когда ты пишешь на реакте и на чистом JavaScript? Во-первых, есть такая неприятная вещь, то что мы, бэкэнд-разработчики, когда пишем на Node.js, мы подразумеваем, что в тот момент, когда мы выплюним через наш экспресс, или кто на чем пишет данные, то что Node.js за нас позаботится, сделает JSON stringify для объекта, который мы сделаем, и у нас будет красивый JSON-чик. Ага, сейчас. Во-первых, не все легко сериализируется. Например, новый формат данных, который у нас уже работает в Node.js, такой как BigNumber, он, видите, вот тут у нас буковка N, это как раз и говорит JavaScript коды, это можно писать и в браузере, кстати, так тоже, о том, что это BigNumber. Обратите внимание, когда у нас идет умножение BigNumber на BigNumber, у нас остается BigNumber, и у нас нету потери точности. В то время как, если мы перевели это к обычному числу, тогда у нас вот здесь, видите, тут нолики. Потеря есть. Так вот, по реализации сейчас Java скриптов, движков, вот там V8, не знает JSON, как стрингифицировать. BigNumber. И такие вещи могут быть с любыми объектами, потому что у вас там какая-то кастомная библиотека. Кроме того, наши с вами любимые фронтенд-разработчики намучились с разными бакенд-разработчиками, Java, Python и прочее. И в каждом языке по-своему идет, например, стрингификация тех же самых дат. Кто-то в строчку, кто-то time stamp в миллисекундах. Поэтому вы должны договориться, как каждое поле у вас будет представлено. Потому что кто его знает? Может быть, вы возьмете и решите, что у вас пол будет представляться в payloadе в виде эмоджи. Звучит смешно? Ну, я такой видел проект. Это был пэт-проект, который прислали. Ну, было прикольно. Хочу обратить ваше внимание на то, что JSON — это у нас текстовый протокол. Вернее, JSON как способ сериализации — это текстовый. Поэтому он не всегда подходит для того, чтобы работать с бинарными, то есть картинками и прочими вещами. А начинающие бакенд-разработчики об этом очень часто не задумываются. Поэтому, извините, когда вы присылаете аватарку пользователя как часть JSON в PS64, увеличиваете тем самым ответ. Ну, come on, это не солидно. Дайте просто ссылку на файл. Браузер сам скачает. Фронтенщик, и не нужно думать. И декодировать из PS64. Понимаете, в чем дело? Не нужно думать. Еще очень прикольно, когда вы как тот человек, который отвечает за размер пейлода, который у вас будет, вы на самом деле, прежде чем говорить, нам нужен тут протобаф, потому что я хочу поиграться в GRPC, это протобаф. Сначала посмотрите. Не JSON, а гзипнутый JSON. Может быть, это тоже стоит вынести на пример демонстрации. Простите, я запорол, надо было слайды по-другому переставить. А это комментарий по поводу того, что клиент может сам выбрать, в каком типе данных ему нужен ответ. И картиночку там, SVG-шечку или JPG-шечку. Вот, ну вот видите, фотореалистичный гомер. Делайте удобный бэкэнд. Я уже начинаю потихоньку заканчивать свой мотивационно-идейный доклад. Но на самом деле, если вы делаете удобный бэкэнд, тогда фронтенд-разработчик может, запустив одну команду, получить в себя локальный бэкэнд для разработки. Вот, представляете, как удобно? Ты можешь ехать в поезде без интернета и рисовать свои формочки. Вот фронтендщикам классно, когда о них позаботились. А мне почему-то нужен все-таки интернет. Вот, ну, при условии еще, конечно, то, что фронтендщик знает весь свой фреймворк, что редко бывает. Говори. У нас роблено чуть-чуть круче, потому что фронтендщики коннектятся до бэкэнд и G-зэдеплайд и уже на тестовое плавлено. То есть, они працуют уже с живым бэкэндом. Это круто. У меня так тоже на проекте есть, конкретно сейчас, потому что один из проектов, который я веду, сделан на Azure Stack. И запихнуть его в Kubernetes или в Docker Compose, ой, еще тот головняк. Ну, в Underlock. То есть, MS SQL, все дела. А какая проблема? Вот у тебя и у меня на проектах есть. Очень легко, если ты на одном и том же инварменте пишешь бэкэнд и фронтенд, ушатать работу фронтендщика. В моих условиях, когда это ремоут-работа с большой часовой разницей, ребята, я могу спокойно свалить спать в тот момент, когда середина рабочего дня и не проконтролировать то, что я ушатал один из важных эндпоинтов для фронтенд-разработчиков. Поэтому Local Development очень хорошо помогает для этого. Кроме того, представьте себе ситуацию такую, то, что у нас по каким-то причинам данные не являются изолированным для каждого отдельного пользователя. А у нас, например, мы в рамках одной организации, я, например, взял и закарактерил данные какие-то. Вот, там, накидал какие-то длинные и фронтендщик смотрит и не понимает, откуда у него такие данные возникли. Поэтому изолированность на этапе разработки до того, как вы интегрируетесь, это очень круто. Потому что, ребят, давайте скажем прямо, в стартап-окружении очень часто может быть хранилище данных в виде нового скейла. там, какой-нибудь или крафтовая база данных, или, боже упаси, MongoDB без валидации входных данных. И потом ты смотришь, откуда этот мусор у меня в базе данных. А это фронтендщик тестировал свои компонентики и слал непонятно что. А ты еще не прикрутил валидацию входных данных. Поэтому, да, это имеет смысл. Если достаточно зрелый проект, ну, в моем случае это может быть очень больно. Такая мина замедленного действия. Как делать хороший рост? Во-первых, он должен быть… Тут должно было быть такое вот самка собаки. Вот, слово. Он должен быть консистентным. Вот то слово, которое я люблю, как репетабилити, консистентность, вот чтобы все было хорошо. То есть, у вас единообразно. Вы ожидаете то, что у вас будет одинаковый подход. Что это позволяет делать? Уходите? Меньше думать. Смотрите, погенация. На самом деле, вы всегда можете круто использовать квери. Вам не нужно на самом деле делать какие-то параметры в ваших хендпоинтах. И для погенации, для того, чтобы делать ордер, обратите внимание на то, что вы можете вставлять внутри вашего квери-параметра вот такие вот квадратные скобочки. Таким образом, при сериализации, что в Java, что в PHP, и тем более в Node.js, вы будете получать объект. Если вы отсюда уберете name, вот просто вот так вот поставите, тогда это будет явное объявление, то, что это массив. Если вы сделаете ордер дважды без этих квадратных скобочек, какой из них, как вы думаете, будет первый или последний использоваться? Не, оба. Это будет не явный массив. Это очень часто людей конфьюзит, они не понимают, почему что-то работает не так, потому что они не знают спецификацию REST. Поэтому если вам вы что-то предлагаете во множественном виде, тогда делайте это сразу же вот так. В Swaggerе, кстати, вот эта вот вещь определяется, то, что множественное ли значение для query параметров или единственное. Если вам по каким-то причинам нужно, чтобы фронтенщики могли выбирать те поля, которые они хотят добавить или убрать, тогда в query параметры вы можете это закидывать. И моя любимая, Ребят, вот скажите, вот если, например, у вас фронтенщик запрашивает данные, например, о пользователях, ну там users, слэш, что вы ему возвращаете? Что-что? Коллекцию. Ты прочитал. Хорошо. А почему это будет коллекция, а не массив? Почему это будет не массив юзеров? Почему это вот с нашим майнсете это должен быть все-таки, должна быть коллекция? Ну, нет, потому что она премьера, вот это параметры, а потом начинали. Окей, отлично. Это есть методы, но кроме того, есть еще и агрегационные метрики. Да, 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 вот эти вот вещи, то есть на самом деле в тот момент, когда вы, например, хотите дать пользователю возможность, там, представьте себе тиндер, все знают тиндер влево, вправо листать, вот, представьте себе то, что вы хотите дать возможность пользователю смотреть, когда он видит там какую-то там девочку, мальчика, вот, кто кого листает, хочет увидеть, как, насколько она часто отвечает по сравнению с другими. Вам же нужен рейтинг ответа в целом по пользователю. Это вполне возможно по пользователям вблизи данного пользователя. Поэтому вот такие вот агрегационные метрики это ответственность бэкэнд-разработчик. Извините, фронт-энд-разработчик вряд ли будет скачивать всех пользователей, даже если вы предоставите это поле для каждого из имеющихся и считать на фронт-энде такую метрику. Поэтому думайте о коллекциях, а не о массивах ответов. Верить что-что? Можно на дожку как формулировать правильную коллекцию. Хороший момент. Да, да. Отлично для вот этой мать. коллекции, которые меняют свой вид в зависимости от юзера, от которого идешь за. Например, когда вы маете хвать заблокованные юзеры, я тут в такой момент понимаю. Ты имеешь в виду коллекция меняет вид или данные? Данные. Например, когда у нас ховаются все например, юзеры в стримчатах, и у нас тих, кто забавленный ховается, и тих, кто забавленный ховается. Окей. Это смотри, вот сейчас отвечаю на твой вопрос. Тут получается возможен вариант, что у тебя меняется структура полей, которые может получать пользователь в зависимости от своих прав. Ну, например, администратор может посмотреть баланс любого пользователя. Да, да. Вот. Или это в структуре, или получается это у тебя список. Этот момент тоже можно будет получаться. АЦЛ, допиши просто три буквы АЦЛ, это будет понятно. Аксесс контрол лист. Версионирование. Ребят, ключевая проблема разработки под мобилку заключается в том, что вы не знаете, какая версия клиента будет использоваться. Поэтому версионировать ваш веб-апи вы обязаны. Если вы можете еще в стартапе, когда у вас там только веб, или когда у вас еще вы даже не вышли в какие-то сторы Apple или Google Store, вы можете себе позволить не версионировать API, но если у вас есть публичный API, например, для других разработчиков, то версионирование это обязательная вещь. Как это делать? Чаще всего это просто делается в роуте. Об этом нужно думать, подробно об этом не останавливаясь. Последнее в списке из тех вещей, которые нужно делать, когда вы делаете правильный backend. В идеальном мире ваш backend, backend спецификация это все, что нужно знать фронтенд разработчику в доменной области. То есть, если фронтенд разработчик приходит на проект, например, с винтехом, он не знает, что там такое, заявка на продажу, заявка на покупку, встречные и прочие вещи, то если у вас хорошо построены термины, правильно подобраны названия переменных, то доменная область будет отлично представлена в вашем просто backend API, web API. Как это делать? Есть такой подход domain driving design, и я рекомендую вот от этого человека, ну, я пахаял немножко PHP, нужно в сторону PHP разработчика сделать реверанс, я это делаю, вот вам отличное видео с PHP from workdays от Дмитрия Науменко, который круто на примере кода на PHP, который как незавидно читается, черт, я снова троллю PHP-шников, ну, я просто пишу на JavaScript и TypeScript, поэтому я им завидую, вот, вот, я рекомендую, вот, это та вещь, которая может позволить вам писать ваш код и предоставлять веб API, который будет отлично представлять из себя abstraction layer для доменной области. Выводы. Ускоряйте процесс разработки. Я понимаю, что если вы в аутсорсе, тогда, возможно, вам не так уж и важно ускорять, вы получаете деньги за попа-часы, но вы же можете быстрее сделать свою работу и пойти пить кофе или играть в теннис, или, кто его знает, готовить доклад на Morning Logica. Экономьте время ваших коллег тем, что вы не заставляете их думать. Ключевое сдвиньте границу между клиентом и сервером так, чтобы вы немножко заходили на клиента и удобно было клиентским разработчикам заходить на бэкэнд. Обязательно договаривайтесь сначала о том, что вы сделаете. Естественно, как бэкэнд-разработчик вы должны контролировать время ответа. Это, кстати, та вещь, которую я, наверное, покажу. У меня все. Я буду рад ответить на ваши вопросы. Давай. Дуже хороша порада спочатку домовитись, але, как оно у нас в реальном житті бувает. Мы начали писать бэкэнд как сервис для пабликэпиа. Так. по сути, по сути, майже я думаю консюмером как фронтен. Так. Посеред дороги мы решили развернуться и писать BFF. И вот сейчас у нас каша, которая не не тим-нятим. На вашу думку, как лучше выйти с такой ситуацией чи, не знаю, продовжите писати BFF, а пабликэпиа писати коли он знадобится, чи все-таки протримуватись какогось ближче до домена, а BFF написати сбоку. Прости, у тебя сейчас по сути есть пабликэпиа, а BFF ты вкладываешь что? На каком у вас протоколе это реализовано? GraphQL? REST? У нас фронтант, APD2 по HTTP, а APD2 по GRPC, коли нет. Ага, короче говоря, у вас пошли микросервисы до того, как они вам нужны были. Ну, я скажу прямо, каждая проблема должна быть решена на соответствующем уровне. Если у тебя есть возможность влиять на архитектурные изменения, вот, то в этом случае я бы на самом деле посмотрел бы стоимость изменения. Ну, на моем технологическом стеке за счет того, что у меня вот эти вот билдеры, коннекторы идут очень быстро, то бизнес-логика там меняется понты. Вот. Вернее, бизнес-логика стабильная, поменять, в каком виде я буду отдавать данные, это делается очень быстро, это за счет того, что я на своих проектах использую Nest. Вот, то есть у меня на Nest потребовалось времени для того, чтобы прикрутить GraphQL вместе с Rest, чтобы это было параллельно. Вот, мне потребовалось и пара дней. Это реально круто, это реально удобно. Ваш конкретно случай, я не знаю, поэтому нужно оценивать и нужно уметь продавать на самом деле технологические решения. Потому что, если ты умеешь продавать технологические решения, то, во-первых, тебе будет куда проще получать хорошую работу, вот, конкурировать на рынке, во-вторых, продавая технологические решения, ребят, ну, кто себя относит к интровертам, к большинству программистов? Или вы не знаете, что такие интроверты и экстраверты? Нет, все экстраверты. Да? А, почему? Потому что все пришли с утра, да. Черт, я как-то не подумал, да. Интервент уже и полдом не входит. А, по одному, да. Короче, ну, просто, ответ на твой вопрос it depends on your project. Еще вопросы? Какие косвенные познаки, чтобы в раз солида переходить на микросервисы? А, солида? Ты имеешь в виду соль с монолита? Косвенные признаки, я обожаю этот вопрос. Вы можете применить его? Есть прямые, есть прямые признаки то, что нужно переходить на микросервисы. Первое, у вас есть ремонт команды, которые отвечают за свою бакенд доменную область. Например, у вас есть отдельно команда там дата сайентистов, которые пишут модели и считают какие-то данные. У вас есть отдельно команда, которая предоставляет WPPI. Запилите отдельно, чтобы у вас было, потому что это не может дожидеть в одном коде. Они должны каким-то образом договариваться с другим. пускай договариваются на уровне контракта взаимодействия. Будут ли это микросервисы? Нет. Будут ли это отдельные сервисы? Будут ли это отдельно деплоидс? Да. Я, скажу честно, я наобжигался уже не раз и не два с проектами по микросервисам. Вот, у меня есть докладик, сейчас я возьму, может быть, сейчас быстро открою. Сейчас самый такой многообещающий язык, если вы начинаете только бакенд-разработку, это Гошечка. Потому что вроде как тренды, все круто. Вот, сейчас я возьму и покажу свой любимый ответ на этот вопрос. Вот, так, Гошечка, давайте мне Гошечку, Гошечку, Гошечку. Вот, ну, я что, сюда не закинул эту картинку? Нет. Ладно, не буду сейчас сильно много времени пытаться найти эту картинку, чтобы вас развлечь, но классический ответ на микросервисы, чтобы я не зря просто листал. Если вас уже растекается, то, нужно делать очень простую вещь, нужно делать, чтобы оно хотя бы растекалося в пределах микросервиса. Вот, наверное, последние в списке, но очень часто применяемые на принципах, когда нужно запиливать микросервисы, а когда бюджет сильно большой, можно поиграться с микросервисами и написать себе строчку в резюме писал на grpc подно gs. Ответил на вопрос? Отлично. Еще вопросы? Давай. Я тебе скажу прямо, ломает очень сильно подходы, к которым я привык, вот, приходится думать, как ангулар разработчик, вот, но очень круто, потому что это та вещь, которая берет лучшие тайпскрипта. Ты же писал контент прайс проект на контакт? Да. давай нас допишем на досуг, потому что это сейчас лучший фреймворк, именно фреймворк, который решает большинство задач, он у тебя там решает проблему, например, удобно сериализации данных, те, которые у тебя сериализация, дейсерилизация, он фактически, я, я, отвечаю на этот вопрос, расскажу немножко по поводу Nest. Возможно, что осенью у меня будет доклад конкретно по Nest, кто на Facebook подписан и меня мог видеть, что это одна из тех тем, которые я в втором полугоде планировал готовить. Еще вопросы? Это будет последний вопрос, потом мы идем кушать, потому что я вижу время уже 11.05. очень очень быстрый вопрос. Давай. Посоветуйте какой-то открытой ВИП, особенно версион нас интересует в рамках отдельных ВИП, для вдохновения. для вдохновения ты знаешь, обычно людей вдохновляют не когда что-то красивое, а когда ты с этим поработал и ты получил эмоции. Потому что когда ты просто смотришь на красивую девушку со стороны, вдохновляет. а когда ты с ней пожил бок о бок, она тебе повыносила мозг, вот уже тогда действительно она тебе стала музой. Для меня таким API в свое время был GitHub API. Поэтому рекомендую версионирование CraftQL, который реализует не все, что из REST API. Временами лежит, особенно когда его Microsoft купил, новые фичи, которые они там экшену например добавили не так давно. Поэтому вот это я могу сказать точно это то, что вам нужно. Можно еще докинуть экзампл с E-Tag? С кем? Это E-Tag чемпион, который на самом початке был. А, да, давайте E-Tag допишем. Все ж, подякуем Никите. Мы никуда не... С кемпион